Добрый день еще раз. Я, вы знаете, хотел бы, прежде чем про фейки говорить, я хотел бы отметить то, с чего вы начали. Я не очень уверена, вы имели в виду не прошлогоднюю сессию или два года назад, которая была. Помните, когда валялись тут вот на... А да-да-да, я говорил про два года назад, я так сказал. Просто я расскажу аудитории, может быть, не все знают. Нулевой день форума, примерно два года назад, начался с того, что тоже был разговор про инфлюенсеров, и была такая акция, когда какие-то молодые люди валялись, и не только молодые люди, но и немолодые женщины валялись на полу, в каких-то странных фозах. Все эти фотографии, значит, разлетелись по всему интернету, и все говорили, вот как надо. Вот, вот. Я говорю, а что вот-то? Ну вот, видите? Я говорю, а вижу что? Посмотрите, все говорят, раз, везде, значит, информационное поле заполнено, два, так сказать, себестоимость нулевая, прекрасно. Вот таких людей надо больше, и они станут инфлюенсерами, через них можно будет что-то такое там прокачивать. Вот, я прошу прощения, я по вашим даже глазам вижу, что большая часть из вас даже не понимает, о чем идет речь, о каких инфлюенсерах. Практически фамилии вспомнят, может, одного или двух этих инфлюенсеров, где они сейчас, да, вас не только, вам не только, вы не только этого не знаете, вас это вообще не интересует, как, в принципе, подавляющее большинство нашего населения. Отсюда вывод. Все многое новое, это хорошо забытое старое, а вот эта вся история, она описана была в детской сказке про Чебурашку и крокодилу Гена. Помните, там песня была у Шапокляк, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. И многие полагают, это еще имеет другой мем, другую фразу, да, которая стала тоже достаточно крылатой, относительно того, что хорошие новости плохо продаются. Немножко разный контекст, но так или иначе мы понимаем, что все, что требует усилий, все, что требует, ну что значит хорошие новости? Хорошая новость, как правило, сама по себе не случается. Это результат какого-то труда, да, построили, открыли, создали, придумали, там, не знаю, наконец добились. Это результат труда, плохо продается, зато если что-то случилось плохого, то это моментально везде, ровно как и создание инфоповода, да. Если вы его будете придумывать, разрабатывать и думать, как он может сработать в позитивном созидательном ключе, это долго, это сложно, иногда это трудоемко и так далее. А вот так вот, так сказать, прыгнуть куда-нибудь, кого-нибудь оскорбить, толкнуть, пихнуть, придумать какую-то скандальную историю, дешево, сердито, моментально всех как бы заводить. Почему? Потому что первичка, первичные инстинкты работают, самые банальные, да, что любопытство, где-то зависть, что еще такое, знаете, интерес к чужому какому-то мини-несчастью, беде или еще что-то такое первичное. Вот на каком-то этапе, это понятно, я понимаю, что это, наверное, не вопрос прикладного характера и не сегодняшнего дня, но все-таки отношение к этой сфере и к этой среде. Вот на каком-то этапе мы все-таки должны сами себе начать говорить и говорить в школах, и говорить детям, и говорить друг другу, что может быть, все-таки мы не будем спускаться, опускаться и срываться в эту ямищу, потому что из этой ямы обратного выхода может и не быть. Потому что это очень манко, это очень привлекательно, это липко, да, и в это очень легко попасть. Выход очень сложный. И время мы тратим вот на таких инфлюенсеров и на такие информационные поводы и на такую раскрутку. Мы просто убиваем это время, которое мы могли бы действительно вкладывать в талантливых, одаренных людей, давать им небольшую возможность для разбега, толчка, мотивации. И они станут не то, что, знаете, информационно обслуживающим персоналом, сейчас я еще об этом скажу, а они станут реальными звездами, звездочками, возможно, и кометами, ненадолго, но так или иначе с каким-то конструктивным, позитивным планом. Вот эта история шелухи, которая стала возможной с развитием средств массовой коммуникации, это тоже проходящая вещь, и она тоже будет проходить. Потому что все, что дается вот таким легковесным методом, и когда прославляется бездарность, и когда бездарность получает внимание, ресурсы и так далее, это краткосрочно, это ненадолго придет другая эпоха, она уже пришла. Кто сегодня инфлюенсеры? Военкоры. Почему? Да потому. И не потому, что они дают, не только потому, что они дают правдивую информацию, фактологическую информацию, а потому, что люди поняли, что есть другие люди, первая, прям точка, есть другие люди, точка. То есть интерес могут вызвать не только те, кто бегает, извините меня, с обнаженными частями тела и валяются на полу, но есть другие люди, которые обычно у нас за последние годы находились в тени. И эта тень искусственная, их как будто вообще не видели, им как будто слова не давали, и все это специально, и как будто подбрасывали аудитории, особенно молодежной. Вот эту вот первичку, вот это вот на инстинктах основано. Первое, появились другие люди. Второе, появились люди, которые свою жизнь готовы потратить ли, пожертвовать ли, посвятить ли, не знаю, выбирайте уже сами, ради чего-то большего и общественно значимого, не только ради благополучия, не только ради денег, не только ради славы и личной, но ради чего-то, что стоит намного больше всего этого. И именно поэтому они сейчас становятся инфлюенсерами. Давайте хотя бы на этом слове остановимся, хотя не так себе словечко, да. Именно поэтому. Не потому, что их цитируют, их приглашают и так далее, а потому что люди увидели другое, и вдруг открылось, в людях открылось это желание, это стремление идти на свет. Мы столько лет сидели в этой тьме, причем, еще раз говорю, эта тьма, она была, в общем, рукотворная. Дальше я хотела бы сказать, что, вот, кстати говоря, про фейки. Я просто хочу вам рассказать, что Нью-Йорк Таймс написала, что залы питерского форума пусты. Нас с вами нет, товарищи. Это не вы, это не я, это не спикеры. Пустые залы, пустые коридоры питерского форума. Вот вам конкретный фейк. Можно это добиться, можно добиться подтверждения этой информации визуально. Безусловно, любой ракурс вы можете нацелить камеру, да, мы можем сейчас снять вот за, так сказать, за сценой и предоставить картину, что, видите, ну, ни одного человека. Или зайти перед сессией, да? Ну, например, перед сессией зайти или после сессии. Ну, просто любой ракурс, и вы это можете сделать. Но вы же здесь есть, и мы же с вами ходим по коридорам, и мы же с вами стоим в очереди за кофе, чаем, водой, и в том числе и помыть руки. Даже это, я уже не говорю о, так сказать, сессиях и так далее. Дальше. Вот я еще хотела сказать по поводу блогеров. Вы понимаете, не надо тоже, и надо все время себе напоминать, вот прям насильно напоминать. Понимаете, блогер – это не человек, которому дают деньги и выписывают заказ, да, или сначала выписывают заказ, а потом дают деньги. И журналист – это тоже не такой же человек. Вот если журналист этим занимался, раньше это называлось джинса. То есть, ну, вот есть такой жорганизм профессиональный. Многие почему-то полагают, что блогер – это просто создатель какого-то размягченного контента, который неплохо продается. То есть оболочки для какого-то, ну, как лекарство, да, так горькое, через какую-то оболочку можно, в принципе, и не заметить эту горечь. А проглотить надо. Блогер – это не про это. Изначальный смысл блогерства заключается в том, что это человек, который не является профессиональным журналистом, который имеет отношение к какой-то сфере деятельности, либо любительской, либо профессионально, и может в доступной или более профессиональной сложной форме об этом рассказывать людям. Он не хочет уходить в профессиональную журналистику, но у него есть дар, способность об этом рассказывать. А затем приходит уже оплата труда, потому что любой труд должен быть оплачен. Либо через спонсорство, либо через интеграцию, по-разному. Посмотрите, сейчас опять нас куда подталкивают уже много лет. Нам же как бы внушают абсолютную нормальность того, что блогер – это просто как удачно быть хорошим блогером, потому что сразу много денег. Мы опять уходим в пике и уйдем. И мы уничтожим то хорошее, то позитивное, если мы пойдем этим путем, что намечается. Нельзя так думать и нельзя из этого исходить. Я сейчас встречалась со студентами Московской государственной юридической академии в Москве. И один из первых вопросов был как раз о том, о чем вы говорили. Скажите, нужно ли юридически оформлять блогерство в качестве профессии? Я считаю, что решать профессиональному сообществу, безусловно, то есть самим блогером, естественно, журналистом, потому что стыковые вещи, и, естественно, объединением людей, которые со своего угла, я могу сказать, что, на мой взгляд, да. Потому что это уже сфера, это субкультура, это, безусловно, заработок, это большие, а, деньги, б, нам, может быть, даже и надо перейти на первое место, большое влияние, соответственно, элементы культуры, ответственности и этики должны быть. Журналистика этим всем обладает. Поэтому вот это тоже я хочу сказать вот в двух аспектах. Но еще раз не подчеркиваю, что это мое исключительно такое внутреннее ощущение, что это действительно тоже должно иметь хотя бы некие этические рамки. То есть, может быть, не знаю, учить, профессия, там, наука, это пусть они сами решают, но этические рамки должны быть, безусловно. И вот про Ваваны и Лексуса. Вы знаете, пару лет назад уже так начались в мой адрес стрелы от так называемых либеральных журналистов, в том числе, которые брезгливо мне рассказывали, брезгливо, и даже не мне, а уже даже переходили в публичное пространство, что, ну, правильно, вы, Мария Владимировна, меняете, так сказать, вашу профессиональную аудиторию, я имею в виду не широкую общественность, а вот журналистов профессиональных на каких-то пранкеров. Потом эта тема начала очень активно развиваться, что, да, там, и там были вместо журналистов, там были пранкеры, или пранкеры, теперь наши новые герои. Во-первых, я хочу ответить, простите, постмодерн, кто нам его принес? Либерализм, либеральное сообщество, которое перечеркивало все, да, говорил, это отменяется, помните, как прекрасный фильм «Старый Новый год», да, там, математика долой, физика долой, все долой, этика долой, все долой, ну, раз это долой, значит, и новые формы появляются и приходят на место того, что до этого было долой, вот эти новые формы пришли, это раз. А во-вторых, так это же естественный ответ на общество постправды. То есть если правду невозможно достигать и добывать через журналистику, западную либеральную журналистику, когда ты понимаешь, что даже там те, кто говорит, что они абсолютно свободны, выдают абсолютно искривленное восприятие, значит, будет такой ответ, и вот он такой, и, слава богу, он такой есть.